Моя комната, мои окна, как будто я и не уезжала. Я дома. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько бы ни ставили «Вишневый сад», эта пьеса, мне кажется, не теряет свою актуальность. Многие деятели искусства утверждают, что пьеса «Вишневый сад» звучит в современности точно так же, как и сто лет назад. Согласны? На то и классика. Конечно, любую фразу берешь, она не в бровь, а в глаз. Многие драматурги начала 20 века были такими, скажем, опальными, а Чехов хоть и тоже много чего претерпел, но его именно взгляд в будущее, он обеспечил ему огромную популярность в любое время. Если обратиться к тексту Чехова, то можно заметить такую деталь, что он не называет возраст некоторых героев, например, Раневской. Да, Чехова надо читать очень тонко. Он может, например, написать «Аня», «Варя», тем самым дать понять, что это еще молоденькие девушки. На самом деле в современном театре, конечно, какие-то возрастные истории уходят, каждый для себя решает. И тут, наверное, другая проблема, более острее, потому что Чехова очень часто каким-то штампом и стереотипом уже мажут. То есть считают, что вот играли Раневских возрастные актрисы, значит, она возрастная актриса. На самом деле она молодая. И в этом-то и вся природа Чехова, понимаете, про нее говорят, что она была, а она сейчас даже похорошела, стала еще лучше. То есть она в соку, ей хочется любить, ей хочется жить, понимаете. Каждый может трактовать, но у Чехова все очень тонко написано. И мне кажется, наша трактовка, наша история, она, если возьмут перечитать пьесу, увидят, что действительно это и написано. То есть, кажется, какие-то решения, может быть, смелые, но берешь в руки пьесу, так правда, так это же есть. Небольшую тайну для зрителей откроем. Именно здесь, на сцене русского драматического, это будет классическая постановка или будут какие-то переосмысления? В наше время хочется более классического. Знаете, почему сто лет назад в сложное время обращались к классике? Считается, что классика – это равновесие. Она уравновешивает сложный какой-то мир. Мы сейчас обращаемся к классике в нашем репертуаре для того, чтобы уравновесить наш мир. И часто у меня спрашивают, кто же герой пьесы, потому что многие ставят про Лопахина, про Раневскую, про Гаева, про Трофимова и так далее. Как ни странно, у нас главный герой – это Вишневый сад. Если обратиться к текстам, все говорят, что будет со мной, что будет с дочкой, еще с кем-то, но никто не думает о судьбе Вишневого сада. А Чехов, он назвал все-таки пьесу, сначала он назвал пьесу «Вишневый сад», а потом через время прибежал и сказал, нет, пьеса называется «Вишневый сад». А вообще не страшно ли браться за такой столь известный материал? Это дико страшно. Я до сих пор не могу до конца осознать, что это Чехов, премьера, рождается ребеночек, но это был очень сладкий период. Хочется, чтобы зритель уже увидел наш спектакль, но как-то очень сложно с ним расставаться, потому что в такой любви и неге рождался наш ребеночек. Очень дорогой был сам процесс репетиционный. Основной посыл спектакля? Антон Павлович Чехов писал пьесу, когда еще были Вишневые сады, с посылом для того, что сады надо сохранять. Мы уже живем в той эпохе, когда уже очень многое вырубили. И наш посыл, что наши сады надо сажать, надо возрождать. Я жду, когда ты скажешь «Да, народишься ты слишком». Далее в репертуаре постановка с грузинским колоритом «Ханума», моноспектакль о любви в одном действии «Онигин» и комедия «Аферисты». О жизни в послевоенное время, о народе и возрождении культуры. Спектакль «Летняя ночь» в Национальном театре драмы имени Шкетана. Также артисты вновь представят комедию «Ревизор» и постановку «Каша из топора» для самых юных зрителей. Свети, белые митрики. Спектакль о приключениях самого милого медвежонка Умки покажут в Республиканском театре кукол. Кроме того, в афише мистификация по мотивам повести Гоголя «Вий паночка» и постановка по мотивам стихотворения Самуила Маршака «Где обедал воробей». В руках вложена кисть партнерша. На сцене театра оперы и балета имени Эрика Сапаева завершается всероссийский конкурс артистов балета и хореографов. Участники прошли путь от жеребьевки до гала-концерта. Имена лауреатов и трансляции всех состязательных дней можно увидеть на сайте конкурса и в его официальной группе во Вконтакте. Далее в репертуаре театра музыкальная комедия «Здравствуйте, я ваша тетя» и мюзикл «Бременские музыканты». Выставочный проект, который способны оценить как самые юные ценители искусства, так и взрослые. Экспозиция, посвященная кошкам, продолжает свою работу в Республиканском музее ИЗО. На картинах красуются домашние любимцы художников, а также сказочно-мифические и карикатурные образы животных. В соседнем зале расположился другой проект «Однажды в тихом городке». Андрей Махинин – наблюдательный художник-керамист, поэтому его персонажи существуют вне времени. Их можно отнести, например, к 70-м годам прошлого века и представить живущими сегодня. А эстетические ориентиры творчества автора можно найти в русской литературе. 12 апреля состоится официальное открытие двух выставок, где пройдет и знакомство с мастерами. В Музее истории города можно увидеть работы фотографов. Их объединило название «Свет, который был вчера». С годами интерес к созданию глубоких, уникальных кадров только увеличивается. В экспозиции отражено, как молодое поколение видит незнакомцев на улице, города, события и весь мир. В Национальной художественной галерее представлены работы заслуженной артистки страны Валерии Бесидиной. Она сумела совместить в своем творчестве музыку, сцену и декоративно-прикладное искусство. Ее зеркала картины посвящены различным произведениям, операм и балетам. В них и загадочные символы, разобравшись в которых, можно прочитать сюжет и увидеть героев.